доброе утро 9 часов у нас когда я проснулась солнца вообще не было тучи ветер у нас очень очень сильный а сейчас солнышко все-таки проснулась решила нас порадовать всем привет в общем-то я уже поделала даже некоторые дела не переоделась правда но сейчас пойду что я сделала заправила все кровати и диваны заложила стирку сняла со стульев вот эти вот штучки носки поролончик оставила потому что стулья деревянные достаточно холодные если сидеть в шортах в общем так не очень приятно поэтому подложечки эти оставила сейчас пойду приведу себя в порядок переоденусь даже прям решила накраситься не знаю насколько это вообще реально сейчас вот и у меня как всегда список дел так что все по плану я тут накрасила ногти сама себе маникюр забахала и сейчас жена на григория буду кормить есть уже хочешь 910 сейчас сколько на один час час 11 сейчас посмотри да гриша здесь сейчас уже 11 часов ну принеси я посмотрю на свое время посмотри у тебя 10 у меня 11.00 а ну наверно тогда и у меня 11 а там уже 11.1 кучу всего уже на сегодня что было записано выполнила сейчас нужно убрать сыр сижу не купил сыр не знаю кто там завода в общем на принес этот ниточки но соленоватый он конечно не знаю очень редко встретишь такой сыр чтобы он не был соленючий но простите что жую но все равно его всегда хочется как семечки какие-то вроде бы ничего не делали да уже бах и обед будем сейчас закушивать нас в общем сегодня обед это все доедание больше зеленый фунчозу я разогрела сало блин я так люблю вот такой вот с прослоечкой это родня пузанину в рассоле как-то там делала мясо подогрела в общем компот яблочный этот который супер вкусный как будто и сок из банки яблочный вот я выхожу на улицу сейчас буду прогревать машину свитрюган конечно вообще учись уже сегодня зато солнышко вышло уже радует да скоро каникулы у грешки как грешка сказал что сегодня последний день не знаю посмотрим сказал что же сегодня выставляют оценки а в пятницу им даже на каратэ надо нести дневники потому что тренер проверяет григорий пошел сегодня еще танцы и каратэ и все короче сегодня последний день в школе это ко мне плюс на дороге причем в той школе завтра последний день ты заправьте поедете да я сейчас пойду еду деньги снимут у меня карточка же там не работает на заправке показ ног ты все взял сменку взял скульптуру положил до перелазим и я так на каратэ перелажу я сейчас заправилась на заправке вы представляете насколько меня заправили я не знаю первый раз такое вижу сейчас будет видно 500 рублей короче 32 копейки какая-то новая девушка я ее вообще никогда не видела походу она решила разорить заправку обычно если горишь на 500 рублей заправится то заправляет на 499 и там привет а тут аж на 30 копеек перелили бензина вообще я в шоке заехала еще в магнит ну и не только в магнит купила в магните пекинскую капусту что-то мы прям потели сала на салат пекинская капуста огурец и подсолнечное масло и немного сока лимона но соль и зелень вот в общем очень понравилось даже сержу не мне горит какой он вкусным и на двоих целую прям миску съедаем бананы дети взяла такие в кита прям не очень большие были потому что большущие они не доедают бывает так пшеничную крупу сегодня буду отваривать это у дядю не купила и два огурца тоже в магните и лук тоже в магните купила что за цены если хотите покажу дальше немного потратила так что тут почем у нас получается пакет аж 3 рубля стоит пипец блин он такой тонюсенькие в шоке так лук 1 килограмм 15 21 килограмм стоит и капуста пекинская килограмм 83 20 вот огурцы 139 90 за килограмм и бананы 88 30 вот поэтому вот такая вот сумма так что ура сушилка сушит мои пряники вот начала заливать в общем уже даже заканчивая осталось немного на курочке только крылышко залить вот оно и все готово дедушка бабушка кто просил распис роспись кисточкой вечером будет как только все подсохнет то что вверх ты сейчас подсохнет сушилки но внутри еще буду глазурь сырая кисточка лучше не лезть так что как только все это подсохнет будем лезть сюда кисточка из золотого яйца кстати буду перепекать мы вчера посмеялись поржали сержу не что такая курочка не смогла бы снести такое убойное яйцо так что мы его так съедим а я его перепеку просто сделаю плоское яичко из кандурином золотым покрою так что вот это вот так вот в общем мы смеялись долго с этого яйца взбила себе молоко для кофе сейчас выпью кофе и у меня есть еще ну получается полчаса до танцев до антохина так до выезда вернее наливаем теперь сюда кофе что-то минус происходит что-то пипец сейчас по-моему через верх уже полезет как там происходит рисование у людей но не наоборот по молоком рисуют до бариста вот что-то я конечно не бариста но три цвета есть как вы считаете сейчас буду пить кофе с черным хлебом будет бутерброд в общем кофе с молоком черный хлеб и вот такой сыр с зеленью и с ветчиной кофе выпила сейчас пока есть время буду афонька в общем-то просил котлетки я думала что я запеку это мясо но нет буду все-таки делать котлеты просто мне будет фарш без картошки без ничего фарш и лук и все я их обжарю вот сейчас все смолю пока есть время да и потом уже когда приду то посолю поперчу в общем обжарю в конце а пока хочу перемолоть фарш и успею мультиварку поставить кашу и в общем то чтобы прийти сделать салат и пожарить быстренько котлетки и ужин будет готов сколько там прошло пять минут не знаю даже до сколько там было времени ну все фарш готов накрываем пищевой пленкой в холодильник осталось только в мультиварку поставить пшеничную кашу и можно ехать так опять небо я не знаю видно ли вам но там такие лучи солнца сквозь тучи вот где светлое место вообще я наконец-то более или менее вовремя выехала вот сейчас вот без 20 то есть как бы нормально вот и как раз успеем на танцы ну садика так ну что антоха забрали как у тебя дела сегодня на улице выходили да конечно несмотря на то что ветер да хорошая погода была хорошая погода была дождь вкусная была учите песни на выпускной пока еще забыл так это первый раз пели песни или еще до этого пели не первый ну что я уже дома сейчас буду готовить ужин пришла добавила сливочное масло в кашу вот пшеничка готова сейчас буду жарить котлеты сюда уже добавила лук одно яйцо соль перец вернее соль и малосянь перца нет поэтому вот добавила малосянь немного подсолнечного масла на сковородочку и сейчас буду формировать котлетки и жарить их котлеты уже почти дожарились получилось с этого фарша две сковородки поджаренных котлет я не очень люблю такие все же не любят они без панировки просто поджаренные просто не идти сюда это мне даже нифига себя че это за шоколад а за что это вам так зайки раздеваемся пену так что теперь можно торт в лицо играть играть так не щас ты куртку то с ними а куда вы заезжали ну че никак ну папу значит просите прям в рот ему не надо сразу получилось антош надо сначала их взболтать же наверно да ты переоденься сейчас есть будешь сливков если что-то не туда потечет давно сегодня супер полезный садике был да пп конечно у нас сегодня не пп ты знаешь слово пп я боюсь его сказать слава сочетание вернее сочетание букв пп аббревиатуру ты не знаешь да вот так вот вот такой у нас попой а каша с котлетой с чипсами с пепсими главное что салатик есть наш любимый так чтоб я делала без гришиного телефона буду расписывать сфоткала перефоткала общем фотографию со своего телефона на гришин телефон вот дети сейчас идут играть а мама чуть распишет пряники до которые уже подсохли давайте давайте выходим вот нашла штатив который гриша дарили вот это пришел бы приспособа от штатива который приходил мне с проектором для сотового телефона я его сюда прикрепила вот и сейчас буду расписывать для этого мне нужна вода кисточки любого размера какого удобно диоксид титана это белый краситель белый порошок бывает просто уже разведенный белый краситель но в любом случае белый это диоксид титана название конечно очень страшное и куча куча всяких палитр с красками вот ну и сами пряники соответственно честно не знаю будет ли вам понятно потому что честно не знаю в общем просто сейчас кисточкой буду все расписывать смотря в телефон да гришин тут все со своими кодами все начинаем с бабушки то есть здесь такие вот цвета час что он тут увеличивает у григория да вот такая вот бабулечка будет будем пробовать в общем то сейчас буду пробовать не знаю что получится курочка вот она так что в общем то сейчас начнем спицы надо будет еще пририсовать вот видите здесь спицы я их отдельно потом дорисую потому что тогда с кофточкой будут проблемы в общем начнем начнем страшно если честно мне самой я обычно все я бы вот это все красным залила сразу бы сделала горох то есть я роспись вот эту вот особо не использую поэтому не знаю что получится буду пробовать вместе с вами ну что начнём может придется вообще все вырезать и будет все неинтересно так начинаем наш рассказ так будем делать платочек видите когда мы начинаем все расписывать просто раскрашиваем все как раскраску у нас просто получается что как будто бы все просто белое все раскрашиваем не знаю что там видно или нет камера очень высоко от меня и бока можно не забывать по краю проходить из-за того что тут штатив мне получится крутить салфетку хотя я обычно очень добра кручу только салфетку сейчас просто камеру поставила так что она выше вот такой вот красный платочек вообще за что тебе неудобно но это не суть краску разбудляю просто водой просто как будто варенье красочка подкрашиваем нашу пабличку ну что точек нам подсохнет потом мы рисуем на нем горошек диоксидом титана как раз так пока обязательно закрашивать теми гришними кодами на этом закрываем закрываю головой чтобы все было видно дальше смотрим где у нас тут что темнее так как это рисунок достаточно такой простой то есть он относительно старинный видите здесь темнота ну то есть на самой картинке вот только вот в этом месте где у бабушки платочек сверху видите все остальное красное то есть теперь мы должны красный смешать коричневым и как раз делать здесь небольшую темноту для такого объема именно чтобы платочек был действительно у нас на голове теперь немного красного сюда вот его воды нужно совсем немного добавлять чтобы иначе вот здесь у меня коричневый иначе у нас получается что получится что вода проезд растворит айсинг здесь делаем небольшой такой темненький треугольничек темнее так немного воды берем меньше воды то есть красный и коричневый уже становится темнее нужно коричневый еще не растворить и сильнее вот я так намечу потом когда все подсохнет еще немножечко ярче сделаем так дальше что мы делаем дальше мы сейчас наверное займемся юбкой да мне вот это вот дело как ты у Бриши постоянно телефон включается мне не нравится так займемся юбкой она у нас вот такого вот цвета разбавленого да то есть вот такого вот цвета как будто бы мужской волны но он с таким белесым поэтому берем вот этот вот мятный цвет он у меня вот он и немного его смешиваем с диоксидом титана и делаем юбку по всему периметру юбки да то есть соответственно таким цветом пока то есть рядом и кофточку будем рисовать позже когда подсохнет косыночка соответственно чтобы не смешались цвета ну хоть видно что-то вроде бы видно да опять Гришин телефон он 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все, пока наша бабушка... Вот такая вот она. Она пока отдыхает, просыхает. Не знаю, насколько похожа, но, в принципе, мне нравится, знаете. То есть, как бы вот так вот. Так, теперь дальше убираем нашу бабушку. И приступаем к нашему дедушке. Так, вот наш дедуречка. Начинаем с него. Вот он, в шапке. Начнем с шапки, делаем ее коричневой. Вот такой вот. Сейчас будем делать. Ну, примерно коричневой, как получится. Это называется. Вот, сейчас будем делать. Там дедуречка. И шапкулечку. Мам, мам, а кухню? А кухню? Да. А ты пену упал? Нет, пену это с братиком, хорошо? Ну, мам, а то у вас. Там, иди, играй. Мам, надо пить. Мам, надо пить. Мам, надо пить. Так, цвет, конечно, не совпадает, но это же мы с вариацией это на тему. Цвет такой, знаете, еще до желтого. Так, продолжаем с нашим дедурей. Если честно, закончилась память на телефоне, пошла. Сейчас все скинула на компьютер и сейчас продолжим. В общем, теперь займемся рубашкой дедулечкиной. Вот, шапка у меня тон в тон не получилась, более коричневая, чем на картинке, но в принципе никто же не видел картинку, у нас же вариация на тему. Вот, сейчас займемся рубашонкой. Она у нас вот такая вот синенькая, голубенькая, где-то голубая, где-то синяя и с желтенькими заплатками. В общем, сейчас будем пробовать все это расписывать. Прям страшно, если честно, потому что не моя техника, вообще не моя. Сейчас немножечко, наверное, приближу, да? Вот. Поверну. Опа. Вот. Не знаю, насколько там хорошо видно. Ну, думаю, что принцип вы поймете, это самое главное. Мне кажется, вообще, это принцип. Ближкин телефон. Ой, очень быстренько. Так. Что это мне там пришло? Сейчас я посмотрю. Так, увлечим дедулечку. Посмотрим, что мне там пришло. Не знаю. Так, ладно. Я там снимаю? Да, снимаю. Секунды идут, я ничего не делаю. Берем краски и берем синий. Буду тоже его сейчас смешивать с диоксидом титана, чтобы получился вот такой вот голубенький. Синий с белым. Вот. Начнем прям с самой Бахи. на ней нет. Не знаю. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Немножечко закладочки. Оставим дедушки место. Так. Валют все. Вот ухо. Так. Дальше. Продолжаем всю пузу. Здесь еще где-то у дедушки вот такая вот желтенькая. Вот так вот. Дети уже дерутся, я не знаю, вы слышите это все? Так видно, да? Потому что я вот тут уже закрутила дедуру. Для того, чтобы прорисовать все точно со всех боков. Сейчас немножко посмотрим, где темно, здесь где светло. Так, темновато, где у нас? Так, кисточку сушим. Немножечко темно, тут сейчас добавлю. Вот здесь уже все в голосе. Хорошо. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты сейчас снимаешь? Да Выключай, сейчас скажу Так, что хотела сказать про раскрашивание Надеюсь, вам принцип понятен В общем, раскрашиваем как раскраску Смотрим на картинку Это легче всего делать Поэтому в конце покажу результаты Потому что на телефоне садится батарея И мальчики мои уехали старше А Фонька и Антошка сейчас в комнате играют Но я знаю, что если сижу не нет, то они постоянно бегают ко мне Так что это будет не съемка, а игра с детьми Вот наш промежуточный дедулечка То есть я уже прорисовала на ногах лапти Портянки вот эти вот Вот сейчас займусь руками и лицом И немножко бороду подправлю Вот, в общем, все Так, как вы видите, как вам нравится Поэтому здесь никаких ограничений и правил нет Все, как вам нравится, так вы и делаете Вот мои бабушка с дедушкой Ну не мои, да, расписанные И курочка Ряба Вот это яйцо не буду, не буду с ним ничего делать Просто съедим испекуновое Не хочу даже кандурин на него тратить Вот, так что вот такие вот красавчики тоже будут на пасочках Курочка Ряба Так, мы сейчас за Григорием поедем на каратэ Правильно Мама, Алиса, дождь, а дождь, а грома нравится Вот, это дождь, а кучка Что ты говоришь, я не поняла А дождь, когда дождь начинается, то гром, да, бывает? Да Да Так бывает Так бывает, да Когда нету дождя Когда нету дождя А нету грома Нету грома, да А дождь, кап-кап, бегут Когда есть дождь, а не кап-кап Да Дождь, дождь, бегут Да Давай обуваться и поехали Мы уже дома, слушайте, месяц такой молодой вообще Такой маленький, но ничего, к сожалению, не видно Но он вообще такой красивый И фонарики красивые Рекс хочет выходить уже Вот, все готово И золотое яичко, и бабушка с дедушкой на месте Завтра все пофотографирую, чтобы было все точно красиво Вот оно, наше золотое По-моему, очень даже симпатичная окурочка ряба Ба-ба-бу, ба-ба-бу Это что такое? Это песня Песенка такая? Ба-ба-бу, ба-ба-бу Это какая-то веселая песенка или грустная? Ну, воно, пьякано Веселая? Да А кто тебе ее пел? Адам, адам, а камеру Сам так умеешь? Да Ты зубки почистил? Да Умылся? Опять Теперь можно спать? Да, на тихий любви Да, это же хорошо, что тебя чистят Да, на тихий любви Да, правильно Грязные надо почистить, да? Да На тихий любви Как и на маму любви